добрый день всем моим подписчикам а также тех кто интересуется ремонтом автомобилей смотрит мой видеоканал сегодняшнем видео обзоре будет показана замена термостата на автомобиле honda crv 2006 года выпуска это второе поколение сервы значит на этом автомобиле стоит мотор объемом 2 и 4 литра вот я показываю сверху однако скажу что сверху достать и заменить термостат у вас не получится так что все работы должны производиться снизу машины и так вот я показываю сейчас термостат которыми должны менять причина замены это высокий температурный режим автомобиля думаем что причина эта кроется в термостате кстати этот термостат не оригинальный однако рассказать имеем то что имеем и вот будем заменить тот деталь который принес владелец автомобиля и так начнем нашу работу с чего надо начинать ну во первых осторожно открываем верхнюю крышку радиатора чтобы выпускать давление конечно будьте при этом предельно осторожны если машина нагрета после этого поднимаем машину и снимаем защитный кожух мотора снизу и открываем крайник на этом автомобиле на радиаторе стоит вот такой крайник довольно таки доступном месте и значит сливаем антифриз вот я показываю где находится термостат принципе с первого взгляда довольно таки доступном месте хотя вот те хамуты которые специально держит вот шланг довольно таки трудно поддаются особенно сверху который держится на крышке термостата так что имейте ввиду что нужно иметь специальный вот такой съемник чтобы можно было снять вот эти хамуты вот я сейчас снимаю передний хамут то есть чтобы снять вот шланг по трубок который идет к радиатору немножко брызнули в дешкой чтобы он скользнул и легче было снять вот этот шланг конечно эту работу нужно производить тогда когда уже весь антифриз из радиатора будет слита скажем тазик немножко поддаем отверткой не надо спешить потому что можно сломать горловину радиатора вот аккуратно снимаем вот эта часть с потрубки ну вот потрубок снят теперь нужно переходить вот другой части это потрубки там хамут довольно таки неудобно месте стоит я немножко покрутил его вниз и после этого уже вот я показываю снял зажимая этот хамут и после этого уже снимаем сам по трубок после того как будет снят патрубок теперь придется еще открутить три болта которым держится термостат к основании значит пластмассовое основание блока кстати будьте предельно осторожны при откручивании этих болтов болты под номер под головку номер десять потому что значит внутри вот этой пластмассовое ставится бронзовые тулки с резьбой и когда вы будете откручивать эти болты бывают случаи когда вот эта бронзовая тулка крутится внутри пластмассы и тогда уже невозможно будет открутить и снять вот этот болт и придется вот полностью снять с основанием термостат но в принципе в нашем случае у нас ничего такого не возникло болты открутились конечно перед откручиванием и хорошо смазывали в дешкой и вот сняли старый термостат как вы видите кстати болты имеют ограничения так что невозможно их слишком много так закрутить чтобы вот корпус сломался однако все-таки осторожность при закручивании не помешает вот я говорил а вот об этом корпусе если вот эти бронзовые тулки будут крутиться внутри него нужно вот отсоединить от блока вот сам этот корпус и постараться как-то снять и открутить эти болты вот сопоставим новый термостат с тем что сняли но есть некоторые отличия думаю что этот термостат заводской то есть стоит на машине со срока изготовления этой машины и так берем новый термостат советую немножко смазывать вот резиновую прокладку который стоит на этом термостате корпусе термостата и ставим его на свое место не забудьте смазывать болты которыми будут затягиваться то есть затягивать этот крышку термостата также сопоставьте три болта и после этого уже начнете полностью затягивать вот эти болты в принципе никакие трудности не должны возникнуть просто здесь немножко не хватает места вот чтобы свободно затягивать эти болты можно трещоткой а можно и скажем с гаечным ключом хотя один болт который стоит сзади лучше использовать трещотку также вам будет немножко мешать вот жгут который сидит на самом термостате крышка термостата лучше его отсоединить при откручивании и затягивании этих болтов и после этого уже когда будет затянут вот крышка ставить его на свое место как я уже сказал болты имеют ограничения однако будьте внимательны чтобы не очень так жестко затягивать эти болты и резиновая прогладка новая он будет во всяком случае держать антифриз так вот вы видите мы затянули вот эти три болта поставили жгут на свое место там у нее есть специальный такой защелка пластмассовый хамок после этого ставим уже патрубок здесь постарайтесь ставить его в том положении чтобы два конца этого патрубки правильно сели то есть направление от крышки термостата к горловине радиатора было без натяга в принципе перед началом работы можете даже сделать отметку чтобы точно поставить этот патрубок и как я уже сказал чтобы не было натяга вот ставим верхнюю часть потом нижнюю вот здесь мы закончили работу не забудьте закрывать значит краник радиатора ставьте защитник он крепится несколькими кнопками и болтами и после того как будет установлен защитник опускайте машину вот по бокам как вы видите есть два болта под номер десять кстати не забывайте смазывать эти болты потому что они часто значит ржавеют и при откручивании бывает что ломаются по бокам как я уже сказал защитник крепится этими кнопками из двух частей по каждой стороны там стоят две такие кнопки ну вот защитник уже ставлен на свое место опускаем машину и нужно уже залить антифриз в машину антифриз заливается через горловину радиатора там есть еще и расширительный бачок тоже не забудьте залить если конечно там не осталось антифриза заливайте медленно потому что при быстром заливании может вылиться антифриз наружу там горловина слишком маленькая вот видите там воздух выходит и может испачкать внутри капота конечно после того как вот эти брызги случаются нужно их смывать простой водой значит уровень антифриза должен вот почти до горловины залить чтобы убедиться что он полностью залит вот я показываю расширительный бачок откручиваем крышку и заливаем наполовину вот этот бачок в нашем случае он полностью значит пустой после этого уже закрываем вот все эти крышки радиатора и расширительного бачка и заводим машину ну в принципе все что я хотел показать в этом видео думаю он вам пригодится будут вопросы пишите в комментариях подписка оставляю на ваше усмотрение на мой канал всем желаю удачи безопасной езды пока